Всем привет! На календаре последняя неделя августа. Не знаю, как у вас, а у нас еще царит лето, довольно тепло, и мне пока что не хочется перестраиваться на осенний лад, доставать все свои теплые вещи. Но сегодня я хотела бы заснять шоппинг-блог в первую очередь для вдохновения. Если мне что-то понравится, я это приобрету. Но, честно говоря, я просмотрела много видео о осенне-зимних трендах, и я поняла, что многое я буду носить с прошлого и даже с позапрошлого сезона. Так что пока что под вопросом ролик на тему того, что я буду носить этой осенью, я просмотрела много коллекций онлайн, именно из масс-маркета, и самой благородной и интересной мне показалась коллекция марки Resort. Поэтому сейчас мы отправимся в торговый центр Серенада и начнем именно с этого магазина. Еще меня привлекло то, что предлагает нам Stradivarius. Зайдем и в H&M. В общем, я надеюсь, что у меня получится составить какие-то интересные осенние луки. Если вам интересна такая тематика, то обязательно оставайтесь со мной. Поехали! Мы на месте. Это так смешно. Я утром очень торопилась, поэтому я приехала до открытия торгового центра. Жду минут 15. Как я и предполагала, то, что мне понравилось онлайн, очень хорошо запрятано в магазине или вообще здесь не представлено. Есть только на их сайте. Придется хорошенько порыться. Пожелайте мне удачи. Сразу беру примерочную то, зачем я, собственно говоря, приехала. Этот ликотажный костюм в таком бежевом цвете, теплом, приятном. Выглядит очень уютно. И на сайте как раз было много вещей в карамельном цвете, в таких светлых. И еще я нашла интересные кроссовки. Тоже такие ugly sneakers, но посмотрите. Сзади они сделаны удобно на резинке. Не знаю, померяем. Интересное джинсовое платье миди в такой расцветке, которое подойдет на любое время года. И на человеке оно будет смотреться гораздо эффектнее, чем на вешалке. Вы знаете, цена у него более адекватная, чем у похожих в Заре и в других магазинах Inditex. Я думаю, что раза в два будет выше, если не больше. Очень интересный свитер. Хотела бы померить его с чем-то более классическим, с брюками или с юбкой. В этом сезоне снова будет актуален вельвет на распродаже, по-моему, в Бершке. Я купила себе куртку в светлом оттенке. Вот это мне не нравится, потому что мех выглядит прямо очень ущербно. Так что ищем в других магазинах. Очень добротный кардиган. Это не хрустящий акрил, плотная вязка, что-то натуральное. Я даже готова сказать, что это хлопок или какая-то смесь, но она не будет парить. И он длинный, с ковбойскими сапогами, возможно, со шляпой, с рубашкой, с платьем. Замечательно будет смотреться. Классная вещь. И стоит тоже недорого. Резерв не отстает от трендов и предлагает нам вот такие моднявые босоножки в разных цветах, в разных моделях всего за 22 евро. Мне кажется, что это адекватная цена за трендовую обувь или обувь на несколько раз, потому что я не верю в то, что в них можно долго ходить и часто. Это невероятные лодочки. Как бы классика, но с изюминкой. Очень удобная. И это натуральный замш. Сейчас покажу вам номер артикула. Не каждая пара сшита аккуратно, но возможно найти что-то достойное. Советую выбирать именно в стационарном магазине роскошный оттенок какао, немножко разбавленного молоком. Стоят они около 50 евро. И думаю, что я буду искать их на скидках. Наряд выходного дня. Очень удобный, комфортный. Мегусенький. Вот здесь прям такая ткань, такой медчайший трикотаж. Я вам не могу передать через экран. Вы должны поверить мне на слово. Остается надеяться, что это будет хорошо носиться. У меня размер S. Сейчас сниму пальто, которое не совсем сюда подходит. Но хотелось взять какую-то верхнюю одежду, чтобы примерить. И вы знаете, S довольно объемная. Я бы даже сказала, что пойдет на M. Тем более это тянется. Кроссовки, кстати, настолько удобные, что я даже не ожидала. Попробую еще 37 примерить, потому что 38. Но я без носков. Да, стоит позор. Я согласна, никогда так не делайте. То есть у меня есть следочки. Но я-то не буду ходить в кроссовках с чем-то таким тоненьким. Нужно брать носки и реально примерять вот такого плана обувь именно с носочками. Может, сейчас куплю. В H&M уже все открыто. И я обалдею от этого сочетания. Сейчас сниму пальто и покажу вам, что я имею в виду, потому что так не очень. Все. Это мой наряд на осень и зиму. Вы будете видеть меня в нем очень и очень часто. И мне нравится то, что штанины не слишком короткие. Но я не знаю, зачем я это сделала. Просто прикольно выглядит. Класс. Забираю, забираю. У меня очень хорошее настроение. Если это отгладить, то будет смотреться обалденно. Класс. И капюшончики есть, видите? Сзади все так немножко болтается, поэтому я вам говорю, что S-ка здесь такая нормальная S-ка. Вот. Что касается кроссовок. Они, конечно, необычные. Я попробую померить 37. Может куплю более классическую модель, но я хотела бы что-то светлое. И вообще, если вы часто вывете машину осенью и зимой в Европе, то на вот такой подошве не так холодно. Я на самом деле очень часто хожу в кроссовках даже зимой. Но, не знаю, с этим костюмом смотрятся бомбезно. Такие же кроссовки в цвете хаки. Я согласна, выглядят они очень странно. Одна моя зрительница рассказала мне интересную историю об этом бренде. На съемках у сотрудников Reserved, у работников, у тех, кто создает коллекции, спросили, одеваются ли они здесь. Они сказали нет. Тогда им дали главное задание создать такие коллекции, которые они носили бы сами. Я вам также рассказывала о бренде Eveline, который прошел серьезные перемены за последние несколько лет. Это здорово, что не слишком дорогие бренды растут, развиваются и идут в ногу со временем. Пока что это все. Я иду дальше собирать луки. Ну как вам? Очень необычно, непривычно. Но мне нравится. Я взяла куртку на несколько размеров больше. И так она сидит гораздо лучше. Я хотела бы найти кожаную косуху, чтобы она сидела приблизительно так. Но это не кожа, кожзам. Платье. Платье прикольное. Вы знаете, можно носить как с лодочками, так и с вот такими ботильонами в ковбойском стиле. Кто-то, по-моему, подслушивает. Ну, короче, вот такой необычный, свежий, дерзкий. Мне кажется, очень интересный образ. Сейчас, возможно, я взяла бы платье чуть короче или как-то, чтобы оно спереди было короче. Но это конкретно для моей фигуры. Хотя так очень даже неплохо. Видите, оно такое женственное. И талия подчеркнута. Симпатично. И женственно, и стильно. Мне нравится сочетание женственных платьев. Цветочек, возможно, с какими-то завязками, с рюшами. С такой объемной курткой, со шляпой, с ковбойскими ботинками. И просто взяла сумочку, которая более-менее подходит. Но выбирайте сами. Вот это смотрится, конечно, дешево. И из этого образа я однозначно забираю шляпку. Мне она очень нравится. Если у вас нет резерв, то, похоже, я видела в H&B. Как обычно, ссылки я оставлю в инфобоксе на все то, что я нашла. Буду снимать, потому что мне очень жарко. Она теплая. Еще есть вот такие шляпы и всевозможные береты. Причем и под кожу, и кепи, и чего здесь только нет. И вы знаете, в Резерт очень часто бывают неплохие трендовые сумки. Всякие ремни и ремни. Здесь очень много всяких разных и с золотистыми пряжками, и с серебристыми. И стоят они все около 8 долларов. Может, даже чуть меньше. Но помните о том, что это не кожа. Вот вам и крутецкие джинсы с защипами сверху. Прямого кроя. Проблема в том, что нет моего размера и даже 36-го, чтобы я хотя бы примерила. В 32-й я точно не втиснусь, даже не буду пытаться. А 38-й будут слишком большими, потому что это объемная модель. Я в них утону. Нет смысла. Очень жаль. Но обратите на них внимание, потому что они также недорогие. Я взяла очень красивое сатиновое платье в таком лососевом оттенке. И хочу попримерять его со свитерами и с жакетом. Нужного жакета я не нашла. Взяла просто хотя бы приблизительно тот, который может подойти. Но гляну, как это будет выглядеть. Давайте и вы посмотрите. Ну как вам такое сочетание женственность, уют и удобство? Относительно все, конечно же. Мне нравятся эти лодочки. Мне кажется, что они должны уехать со мной. Сатиновое платье в невероятном цвете. Здорово сочетается и с шоколадом, или с какао. Это сумка на самом деле. Я просто ее так завернула, чтобы она напоминала мягкий клатч. Был бы это клатч, я уже стояла бы у кассы. Свитер, как видите, это даже не свитер, а кардиган. Просто коротенький. Не обязательно оголять плечо. Но мне кажется, что вот так симпатично просто выглядит на видео. И даже осенью и зимой я умудряюсь так ходить. Немножко оголять какие-то части тела. И нормально. У нас минус 20 бывает, может, два раза в год. Вот так это смотрится. Я не знаю, что скажете вы. Но мне нравится то, что у меня получилось. Так женственно, так нежно, так легко. Мне даже не захотелось надевать никакие серьги, обручи. Потому что все было бы лишним. Мне кажется, мне идет и фактура, и цвета мои. Сама себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Ну, действительно, мне нравится. Или еще один более молодежный вариант с тем же бабкиным свитером. Простите, у меня тоже есть своеобразные ассоциации. Я нашла лаковый ободок и вот такие кеды. Они по цвету напоминают ободок. То есть, это шоколад. Причем вот шоколад и змеиный принц. Что скажете о таком варианте? Я считаю его тоже зачетным. Жакет слегка странный. Потому что он не застегивается. Я взяла на два размера больше, чтобы он сидел объемный. У меня это не особо получилось. Ремень тоже не могу застегнуть, потому что защита. И вообще, такое сочетание, я думаю, что вы и так можете себе представить. Оно классическое. Я не хочу говорить заезженное, но это всегда беспроигрышный вариант. Просто найдите хороший вариант жакета. И если вы увидите в других магазинах платье такого кроя именно в такой расцветке, попробуйте примерить, потому что я сама не ожидала, что мне настолько понравится, что так здорово будет смотреться с остальными цветами. Говорят, что коралловый это оттенок этого года, но как-то все не особо им пользуются. Наверное, я возьму и платье, и туфли, и бабушкин свитер. Я уверена, что многим не понравится, но мне кажется, он очень даже ничего. Или еще подумаю. Пойдем дальше искать что-то интересное. Вывод такой, что нужно рыться. Вот есть очень классные вещи, есть совсем не очень. И есть те, которые постоянно из года в год в резерв. Но все равно всегда что-то можно найти. С Традивариусю нельзя снимать, поэтому так по-быстрому вам скажу, что есть очень красивые платья в цветочек в таком стиле, как я примеряла. И вот такие обалденные плащи в трех расцветках. Я беру себе бежевый. Но есть еще и вот такой светленький. Я нашла несколько интересующих меня вещей. Но, как обычно это бывает, онлайн гораздо лучше выбор. Я обязательно оставлю вам ссылки на то, что найду онлайн. И также какие-то классные находки будут вас ждать в инфобоксе. Одеваюсь. Только посмотрите на эту дубленку. У нее медовый цвет. Вот сейчас видно какой. Я не могу. Я гуся такая. И причем, знаете, она такая добротная. Я даже не ожидала, что она за свою цену будет выглядеть именно так. В реальной жизни она симпатичнее, чем сейчас. В камере я вас просто уверяю. Видите, она прикрывает попу. Так что в ней будет тепло. Я сейчас под низ надела такую толстовку, не самую тонкую. Она не очень. И брюки я не нашла такие, как я хотела. Взяла скини. Они тоненькие. Страдивариус вообще не советую, потому что кажется какой-то необъятной сосиской. И вот с такой дубленкой я хотела бы носить подобного рода обувь. Интересно смотрится. Это уже не ugly sneakers. И я вот видела онлайн. Вы знаете, наверное, я их все-таки возьму, потому что они удобные. И в них не будет скользко даже на грязи. И они будут отмываться. Так как видите, это кожзам. Тракторная подошва. И когда вот становится холодно, мои убитые шлепанцы, простите, то не так холодно ногам именно от земли. Они очень классные. И вообще в Страдивариусе неплохого плана. Вот такая обувь типа модная, типа на каждый день. Я тоже оставлю вам разные ссылочки. И у меня 37 размер, хотя я ношу 38,5. Ой, что я говорю, 37,5. Мне так жарко. На мне белая толстовка. Она полностью синтетическая. Нет, точно нет. Я заказала другую. Если найду классную, я тоже расскажу где. Просто как сочетание. Мне кажется, очень свежо выглядит. Медовый с белым. Правда? Я сто лет не носила скини. Так непривычно. А, и еще, девчонки, по поводу дубленки. Если вы хотите покороче, как моя медовая, они тоже есть в Страдивариусе. Но я хотела померить вот эту такую, как полушубок. Сейчас застегну. Секунду. Вот так она, правда, немного примята. Еще я хотела вам сказать, что в Страдивариусе онлайн, опять же, я видела супер мягкие шарфы. Они реально такие, как котик. Тоже найду для вас. И в таком медовом цвете был. И серый тоже видела. Ну, в общем, я надеялась, что все будет в магазине. Но нет. О, здесь свободная примерочная. Покажу вам тренч. Он без подкладки. Довольно тоненький. Но это просто, вы знаете, когда немножко похолодает. Современный. Немножко оверсайз. Мне нравится. Я скажу вам честно, что я купила фисташковый в Заре. Он мне как-то, не знаю, вызывал сомнения. Еще и стоит 100 долларов. А этот дешевле практически в два раза, да. Мне кажется, что довольно неплохой вариант. Тоже со спортивной обувью. Угу. Как вам? Толстовочку я бы себе такую хотела. Прям объемную, белую. И цвета у этих тренчей замечательные. Конечно, они застегиваются. И к ним есть пояс. Забрала бы все. Удачный шопинг-блог. Померила брюки-бананы ради интереса. Я свои заказала онлайн. Подожду в цвете потемнее. Потому что в таком у меня есть довольно много других моделей. Но если ищите, эти классные и 34-й сидят. Но я бы не сказала, что в облипку можно взять посвободнее. Нет, наверное, не надо посвободнее. Короче говоря, это объемные джинсы. И они должны сидеть, ну, не в обтяжку. И это плотный катон. Они стоят недорого. Я видела только в такой расцветке. А в Заре заказала темнее. Смотрите, я не взяла к вот этим башмачкам никакого платья. Чего-то как-то платья уже приелись. Тоже в цветочки. Если вы летом или ранней осенью любите такую более закрытую обувь. В которой не слишком-то тепло, но не очень жарко. Терпимо. То вот эти из натуральной замши могу посоветовать. Они немножко примятые, как видите. Ну, то есть неравномерно разложен замш. Но если их расчесать, то будет все нормально. Очень удобно. Здесь такой устойчивый каблучок невысокий. До 5 сантиметров, наверное, так. И с шортами, с каким-то платьем. Даже с такими брюками. Ну, наверное, на девочках повыше. С джинсами такого плана. На мне это смотрится не очень. Но мне было интересно померять обувь. Делюсь с вами своими впечатлениями. Зашла в Зару снова за белой базовой рубашкой. Потому что свою я испортила. Я поставила на ней с пятной черникой. Поздравьте меня. Хочу показать вам лук, который вне времени. И рассчитываю на то, что джинсы мне подойдут. Как-то так странно. Смотришь онлайн. Вообще, такой выбор. Можно обалдеть. Приходишь в магазин и так как-то скудно. Знаете, что? Еще нашла вот такие лодочки. И практически все размеры распроданы. Очень красивый универсальный оттенок. Именно бежа. Знаете, бывают с розовинкой. Какие-то такие не до то и не до это. А это прям вообще классика жанра. Обалденные. Самые простые, которые шикарно смотрятся на ноге. Я взяла 38-й. Сейчас померяю. Но, скорее всего, мне придется искать и вылавливать их именно на официальном сайте Zara. Вот эти мне тоже интересно померялись с джинсами. Сейчас какая-то такая мода на мини-сумочке. Я бы даже сказала микро. И просто покажу вам как вариант. Вот эту из Zara. Манго также есть. И еще мне понравилась вот такая маленькая. Потому что я скоро еду в путешествие. И мне нужна маленькая черная сумка. Я проверила. В нее помещается мой телефон. Ну, карточка с собой. Еще, если вам нравятся сумки Батага Денета. Там так и почитается, по-моему. То в Zara есть в трех цветах. Вот такая черная. И, по-моему, белая или... Ой, кремовая. Отстегивается ручка. И сейчас я кое-что надену. Покажусь вам. И, наверное, потихоньку будем заканчивать. Рубашку я считаю зачетная. Стоит она около 20 евро. Длинная. Я ее заправила в джинсы. И что касается джинсов, то они не самые классные, которые я примеряла. Потому что они меня выполнят. И вообще выгляжу я в них на два размера больше. Но не суть. Я хотела сказать о сочетании, которые мне нравятся больше всего, в котором я себя чувствую на высоте, но в других джинсах. Это обычные лодочки или босоножки, классические джинсы, клатч или какая-нибудь максимально простая сумка и рубашка. Возможно, красная помада. Ну вот, такие простые формы мне нравятся. И мне кажется, что тренды трендами, а классика она всегда украшает. Потому что тренды не всем идут. Но джинсы, как видите, трендовые. И они тоже не особо. Хотя... Так что рубашку беру с собой. Ну, беру с собой. Покупаю, в смысле. Джинсы есть. Лодочки еще в 37-м размере. Они... Ну, вот видите. Сегодня какой-то идеальный для покупок день. И клатч мне тоже очень нравится. Дороговато. Может, подожду скидок. Еще не уверена. Но... Но... Сегодня, я считаю, довольно удачный шоппинг. И рубашечка... Да. Я говорю и да. Ботинки довольно сильно скрипят. Интересно вы это слышите? Это артикул белой рубашки. И сейчас покажу туфли. Они также недорогие, но смотрятся классно. Поэтому делюсь с вами. И наша последняя остановка на сегодня. Это H&M. Я нашла очень классный, такой, знаете, самый обычный свитер. Но у него плотная вязка. Это хлопок. И приятная расцветка. Хаки. И взяла также померить очень громко музыка. Простите, пожалуйста, ничего не могу с этим поделать. Взяла вот такую сатиновую юбку. И хотела бы показать вам все это в более спортивной версии. Такой для мамочек. На прогулку. Чтобы было удобно, комфортно. И при этом женственно. Я сама не знаю, получится ли. Но посмотрим. И вот эта юбка очень классная. Она катоновая, светлая. Мне не совсем идут юбки-карандаши, но возможно. Посмотрим. И к ней также взяла обычный вот такой гольф, полугольф, наверное, даже. И пятнистый свитер. Я очень тороплюсь. Так что сначала примерю вот этот лук. И если успею, то еще и второй. Свитер, конечно, крутецкий. И юбка из плотного сатина. И она сшита. Вот знаете, так как должна быть. А то в Заре иногда что-то перекручивается. Как-то непонятно сидит. Это, скорее всего, какая-то лимитированная коллекция. Найду для вас ее на сайте. И на мне также кроссовочки из эко-кожи полностью. Интересная подошва. И смотрится очень даже аккуратно. Правда? И, конечно, можно было бы взять что-то более удачное. Я бы искала такую сумку в другом магазине. Но, как идея, знаете, бежишь за ребенком или едешь за покупками куда-то там за продуктами. Очень женственно так легко смотрится. Как будто не думала ни о чем. Просто надела на себя то, что было перед глазами. То, что первое попалось под руку и выглядит очень стильно. Все в таких осенних оттенках. И вот это более насыщенный цвет хаки, чем вы сейчас видите. он не выстиранный. И свитер мне так нравится. У меня хаки головного мозга. Ну, что вам сказать? Мне он нужен. Ой, какая удачная кофточка. Вот так мне тоже нравится. Девчонки, или даже так? Вот так мне вообще больше всего нравится. нет, нет, откровенно плохо. Мне не идет настолько завышенная талия. И вот здесь юбка как будто треснет. Может, она и потянется, но если вы такая вся длинная и стройная, тогда да. А я, коротыш, должна отказаться. но идея классная. Просто фасоны не мои. У нас уже вечер, а я совсем забыла попрощаться с вами. Забрала малышню, сделала все покупки для дома, даже Томок уже приехал с работы. Надеюсь, что вам было со мной интересно и что мои идеи образов вас вдохновили. Если да, не забудьте поставить пальчик вверх, мне будет очень-очень приятно. Все, всех целую, обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.